Я отношусь отрицательно, я считаю, что его нужно открыть, потому что кто-то не выезжал за пределы нашего округа или города, поэтому я думаю, что надо, и дети ждут, и взрослые отдохнуть хочется, и не у всех возможность поплавать, например, на очко сходить, кто-то нет возможности, поэтому я думаю, что бассейн должен работать, мое мнение такое. Я посещала бассейн до карантина, и сейчас его закрыли, поэтому я не могу ни съездить ни на море, даже в бассейн среди счастливых возможностей, и я считаю, что его нужно открыть. Я до карантина ходила в бассейн, мне этого не хватает, откройте бассейн. Ну, я считаю, это вообще ненормально. Рестораны, кафе, бары открыты, там тоже кучка не людей собирается, а бассейн закрыт. Хотя бассейн, там и дезинфицируют все, водичка, хлориста, не знаю, это неправильно. И если так, надо все закрывать, и чтобы все были, все закрыто было. Такое солнышко было, хорошо так поискупалось, так здорово было. И думаю, сейчас холодно станет, надо, наверное, записаться в бассейн, открыли же, ну, как питерская подружка сказала, что открыли. В период пандемии коронавирусной инфекции были введены ограничительные меры. Закрылось абсолютно все. Кафе, рестораны, торговые центры, бани, сауны, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры и многое другое. С улучшением эпидемиологической обстановки было решено поэтапно выходить из режима ограничений. Распоряжение об утверждении плана было подписано временно исполняющим обязанности губернатора региона Юрием Бездудным. План включает три этапа выхода из режима ограничений. Ненецкий округ находится на втором этапе. Чтобы открылся бассейн, по словам сотрудников Роспотребнадзора, необходимо ждать третьего этапа. Переход на третий этап предусматривает снятие ограничений и возможность проведения массовых мероприятий с соблюдением санитарного режима. Открытие всех образовательных организаций, объектов общественного питания, возобновление продажи льготных проездных билетов, а также снятие ограничений с граждан, прибывших на территорию НАО с территорий иных субъектов России, предусматривающих выполнение требования по самоизоляции на двухнедельный срок. Однако объекты общественного питания открыты. Центр оздоровительного плавания «Дельфинёнок» работает с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Только бассейн, который находится во дворце Спорта Норд, до сих пор в цепях ограничений. Мы два раза направляли письмо в Роспотребнадзор, но пришел отказ с формулировкой, что мы ждем снятия ограничений третьего этапа. И тогда, возможно, мы начнем свою работу. При том, что площадь бассейна более 250 квадратных метров, что даже при соблюдении социальной дистанции позволяет посетителям спокойно заниматься плаванием. К слову, у сотрудников дворца Спорта Норд даже разработано расписание посещения с необходимым интервалом для уборки и дезинфекции помещения. Более 600 детей в листках ожидания. Звонки на самом деле поступают ежедневно, неоднократно. В течение дня поступают обращения жителей, потому что ждут, когда откроем мы бассейн и полноценно начнем работу с своего учреждения на коммерческой основе. Не так давно мэр города Олег Белак выступал с просьбой принять решение об открытии парных в городе. В СЭС мы обращались, еще обратимся. Все-таки парные нам как-то нужно открыть, потому что у нас можно сидеть в местах отдыха, в ресторанах, условно говоря, там и на коленях, и в притирку. Приходить грязными, не мытыми. А в банях почему-то в парных, где высокую температуру нужно соблюдать полтора метра, да, и это вот вызывает более жара. Что в принципе невозможно. Ну это невозможно, и оно вызывает вот такое абсурдное непонимание. Добавлю, во дворце Спорта Норд уже проведены ремонтные работы. Заменена система отопления, произведена затирка чаши бассейна, полная смена воды. Все готово к тому, чтобы принять посетителей. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.